МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И ни волонтеры, ни спонсоры, к сожалению, нам помочь не смогли. А в прошлом году, в сентябре, перед началом учебного года, приехал Дмитрий Владимирович Волошин, обходил территорию, посмотрел на наш самолет, был удивлен, что у нас такой самолет есть, и, конечно, удручен его состоянием. И он пообещал, что он приложит все силы для того, чтобы отремонтировать наш самолет. Глава выделил средства на реставрацию. Самолет обновили в короткие сроки. По словам директора, именно так выглядели самолеты серии МиГ-23 при выпуске в 60-х. В торжественном открытии приняли участие ученики, родители, ветераны, члены движения общественной поддержки и сотрудники администрации округа. Почетную обязанность открыть памятник предоставили председателю Совета депутатов Александру Дринову и заместителю главы Ирине Теслевой. МиГ-23 – это шаг вперед. Если вы обратите внимание, это же первый самолет, у которого меняется стреловидность крыла. Это символ обороноспособности нашей страны был в те годы, когда он поступил в эксплуатацию. В 67-е годы и далее, и далее, и далее. В 70-е, 80-е, 90-е годы это был основной самолет российской, советской авиации. Это уже символы истории, мощи и действительно надежности нашего государства, нашей России. И, конечно же, ребята, всегда помните о великой истории своей страны, своего Подмосковья, городского округа Химки. Цените, уважайте историю своего образовательного учреждения. Вместе с почетными гостями перерезала ленточку десятиклассница, призер регионального этапа Всероссийской Олимпиады по литературе и астрономии Полина Захарова. Лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаил Раев подчеркнул, интерес к науке и авиации важно прививать с раннего детства. 13 лицей больше нацелены на авиацию. Я думаю, что многие пойдут учиться в Московский авиационный институт. Я думаю, что сегодня детей мы увидим. Многие стоят там, будущие летчики, летчики-испытатели, авиаконструкторы. Конечно, это все надо прививать, они должны это все видеть. По словам школьников и учителей, обновленный памятник станет визитной карточкой лицея. Ведь он хранит память не только о прошлом советской авиации, но и напоминает о необходимости всегда стремиться вверх. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ.